Итак, привет! Здарова всем! С вами ZerbTV, если кто не знает, это известный довольно-таки в определенных узких кругах стример и комментатор. Я наконец-то нашел в себе время записать очередную просветку за апрель, несмотря на то, что уже почти середина июня, и также сегодня будет просветка за май. Суть рубрики в том, что, еще раз я напомню, я рассказываю на стримах о том, что было интересного на моих трансляциях и с того, что связано каким-то... Любым образом вообще со мной, будь то какая-то встреча, поездка, спонсоры, игра, прохождение или просто какой-то клевый турнир, который я стримил за последнее время. Короче, мы откладывали очень сильно эту рубрику на... Ну, часто, короче, откладывали по разным причинам. Сначала там были майские праздники, потом были какие-то проблемы с вебкой, потом мне надо было уехать на полторы недели. Ну и в конечном итоге, в середину июня мы записываем просветку за два месяца. Я постараюсь за минут 30-40, ну, управиться, если получится. Я думаю, получится. Чатику привет. Пацаны в чатике могут передать друг другу тоже приветы между другими чатиками, потом объясню, кстати, почему. Вот. И вебку я, в общем-то, включаю, как правило, только, ну, или по праздникам, или на Новый год, что, в общем-то, тоже праздник. Или, ну, вот по таким мероприятиям. Короче, поехали. Что было интересного в апреле на моих стримах из-за того, что можно было, допустим, о чем вы могли не знать до определенного момента, или, допустим, до сих пор вы об этом не знаете, внимательно слушайте. Все гениально просто. Напомню, что я, кстати, стримлю на Goodgame, читаю чатик на SKDTV, но Goodgame является основным, как правило, порталом, где моя трансляция, главное, висит. Но в чате на SKDTV и Twitch тоже люди могут отписываться о своих мнениях, впечатлениях и так далее. Короче, первое, о чем хочется рассказать и показать. Это турнир... Goodgame вновь возобновил возможность проведения турниров у себя на сайте. Раньше, где-то в году 2011-2012 была такая возможность, но не было автоматизированного модуля для того, чтобы проводить эти самые турниры. Расскажу вкратце о том, как вообще это делается и что это такое. На главной странице Goodgame сверху есть кнопка турниры, что, в общем-то, неудивительно. Вы на нее переходите и дальше можете посмотреть турнирную сетку любого турнира по любой компьютерной игре, по какой сейчас проходит, скажем, какой-то турнир. Ну, для примера возьмем... А, нет, не дотку. Какие тут игры-то есть? Ну, допустим, StarCraft за 400 рублей. Кстати, появилась возможность доната на эти турниры и участвовать на них очень просто. Для участия на турнире вы просто нажимаете кнопку участвовать. Если знаете дату и время начала турнира, здесь написано, как правило, игра и ее модификация. И все, вы участник турнира, читаете описание трансляции... Ой, точнее, описание турнира, список карт этого ивента. Есть раздел участников, можно посмотреть, с кем вам, возможно, доведется сыграть. Кстати, это очень хорошая штука для и новичков, попробовать себя в качестве участников турнира непосредственно. И у вас есть уникальная возможность на таких турнирах попасться против проигрока и... Проиграть с гордостью и честью. Вот, примерно. Так, есть турнирная сетка, которая будет сформирована после того, как турнир начнется. Допустим, в 17.00 это, как правило, происходит. Я тоже планирую проводить турнир и сейчас даже покажу, какой турнир проводил я. Ну, об этом, наверное, чуть позже тоже будет. Призовой фонд можно пополнять через специальную кнопку, пополнить призовые. У вас открывается окошко, где вы любой платежной системой, которая здесь указана, можете увеличить призовой фонд турнира. Можно, так сказать, поддержать гудгейм, стримера и увеличить банально призовой. Есть раздел стримов, в которых можно посмотреть, кто из стримеров в стриме данный турнир, что тоже очень удобно. То есть не надо заходить в раздел трансляции, стримов. Кстати, он был переименован в стримы, кто вдруг не в курсе, если... Ну, может вы его потеряли или что-то в этом духе. В общем, все максимально удобно. Система эта, как правило, потихоньку модернизируется. Просто здесь есть вшитый, встроенный рейтинг, который формируется в зависимости от участников этого турнира. И в зависимости от этого рейтинга будут подбираться, ну, со временем соперники. Чтобы, допустим, слишком сильные против слабых в первом туре не попадались. Ну, как правило, такое будет всегда и, по сути, даже в этой системе толку-то и немного. Но лучше, как говорится, с ней, чем вообще без нее. Дальше. И по турнирам, в принципе, все. Вышел новый трейлер Deus Ex. Для тех, кто не знает, чем эта игра настолько, скажем так, известна. И почему она ко мне имеет очень большое отношение. Дело в том, что я никак не могу ее пройти. Не потому, что не могу пройти, а потому, что не могу ее начать проходить. Уже года три, наверное, я обещаю пройти Deus Ex Human Revolution. Есть, по-моему, первая и вторая части, если не ошибаюсь. Есть Human Revolution. И уже анонсировали новую часть Deus Ex. Я надеюсь, что ту, которую я обещал, я пройду до релиза этой. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот. В общем, трейлер прикольный. Графика в ней будет... В этой игре будет очень офигенная. Как правило, ролики просто восхитительные. Графон просто какого-то мега-нереального уровня. На прошлом Deus Ex, кстати, Human Revolution, он довольно-таки требовательный, как правило, был к графике. На нем много тестов разных игр и видеокарт современных производилось. Проводилось. Путь мужиком пройди. Самые свежие новости. Да-да-да. Я, наконец-то, переработал описание трансляции на Твиче. И сделал все очень красиво. Оформил. Писал это все очень долго. Но теперь любой товарищ, который зайдет на Твич, я стал ему чуть больше внимания, чуть-чуть больше внимания уделять, чем всем остальным чатам. Но любой человек, зашедший на трансляцию, опустивший вниз скролл, увидит очень много полезного и интересного. Какие-то контакты, ссылки, важную информацию обо мне, даже мое краткое описание. Блин, даже до Goodgame такого описания сейчас нет. Надо Goodgame переделать просто. В общем, не поленился. Я начал, наконец-то, сотрудничать с сайтом по ставкам. Это cybit.com. Сайт, на котором можно делать ставки на... Блин, денег нет. На реальные деньги. И также можно ставить на игровую валюту. Делать это очень легко. Регистрация, как правило, занимает одну минуту, как и на любом нормальном сайте. И вы выбираете игру. Допустим, КС, Дотка, не дай бог, Лига Легенд. Ну, любая другая фигня. Но нас интересует StarCraft. Вы выбираете StarCraft, нажимаете на, допустим, матч, который пройдет... Ну, к примеру, завтра, судя по этой дате. 10 июня 10.40. Блин, в такой рань... Не-не-не-не-не, я не буду просыпаться в такой рань. Нет, ни за что. Нет, все. Я ухожу, я ухожу. Короче, нажимаете на матч SOS-Мьянсик. Нажимаете RealMoney. Выбираете игрока, который вам симпатичен. Если вы считаете, что он затащит. И ставите на него сумму. CyberMoney это CMK. CyberMoney. Виртуальная валюта. Она у вас не сгорает. Если она дойдет до нуля, ее можно восстановить. И... Все. Реальную... Кстати, вот эти... Как это называется-то? Виртуальную валюту можно обменять на реальные деньги. Насколько я помню, 1000 CMK это 1 бакс. 1 бакс это 50 рублей. 50 рублей это почти прем. Вот. Так что... Ставьте, зарабатывайте. Ставьте вместе со мной. Я, кстати, вот на последнем турнире поднял 60 баксов за... 4 часа стрима. На GSL. Вместе со мной поднимали деньги также и другие товарищи. Вот. Так что... Сайт удобный. Простой, хороший. И пока я с ним еще сотрудничаю. Ну, в общем-то, начал недавно. Кстати, планируется, по-моему, редизайн этого сайта. Так что уже, возможно, следующие просветки. Я об этом расскажу, если это произойдет. Переходим немного к вводам. Воды это такая штука. Очень, так сказать, важная. Если вы, допустим, живете в Дальнем Востоке. Если вы не имеете возможности... Ну, много уделяете время учебе, работе, женщине, а может быть, парню. Если у вас нет возможности смотреть стримы в лайве, в лайв-формате, у вас есть уникальный способ посмотреть это в записи. Причем в Full HD. В 60 FPS. Бесплатно. На Ютубе. Или в группе ВКонтакте. Для этого вам требуется очень простая возможность зайти на мой YouTube-канал. Адрес, кстати, на мой канал. Очень легко найти теперь на Ютубе вдвойне, чем раньше. То есть вы заходите просто на YouTube. YouTube.com. И вводите мой текущий бренд, под которым я теперь везде прописан. Это Зерк ТВ. Я как бы и Эмпайр Зерк, но как бы и Зерк ТВ. Зерк ТВ, как правило, показывает в поиске кучу-кучу разных водов, которые относятся прежде всего ко мне. Левых водов вы здесь практически не найдете, потому что мой канал сразу сверху. Один и... Алло, алло. Заткнись. Один и единственный. Вот. Значит, у меня нос чешется, к чему бы это... К пьянке, надеюсь. Которая недавно была. Я вспомнил еще одну вещь по поводу пьянки. Ну, короче, ладно, забегая вперед, я напомню, что из армии пришел Мишаня, мой замечательный друг Extended, с которым мы играли в Defrag, мистер Человек-Окно. Я думаю, вы его прекрасно помните, человек, который проходил на Наспор, карту Гвен Проталвер, АМД-32ран в течение 12 часов. Ну, в общем, Мишаня. Мы уже с ним успели сходить в бар, пообщаться, повеселиться, и у нас очень интересные планы на июль месяц. Вот, так что Мишаня, привет, можете передать. В чатике. Переходим к вводам. На YouTube я сказал уже, как на свой канал зайти, я думаю, это для вас труда не составит. Первое. Наверное, сначала про StarCraft немножко поговорим. В апреле месяце прошел офигенный турнир, просто обалденнейший. Я даже не могу выразить всех своих эмоций, которые я испытываю к этому турниру. Турнир по названиям Копенгаген Геймс. Добрый всем вечер. Это очень классный ивент, который собрал, во-первых, сильных прогеймеров, во-вторых, на этом турнире были просто замечательные игры по StarCraft, между... с участием партинга, конечно же. И на YouTube-канал я выложил всего четыре... четыре самые интересные игры. Это партинг... пардон, против Рианга. Два... две игры, разделенные на две записи. Рейн против Фэнтези. Офигительное просто, очень скилловое ПОП, несмотря на то, что это было ПОП. Это было одно из самых интересных ПОП вообще, наверное, в апреле месяце и в мае. И партинг против Фэнтези, Гранд Финал, это тоже было очень достойно, советую вам посмотреть. Это было просто супер-мега-пупер. Всем любителям StarCraft, которые пропускают и не могут смотреть крупные турниры, посвящается... этот вот. Дальше. Закончился первый сезон ВЦСа, начался второй сезон. В целом, в первом сезоне ВЦСа ничего такого супер-мега-крутого не было. Эпичного я имею в виду. Да и записи особо не было, как-то конца первого сезона, по-моему. Сейчас посмотрю. Да, нет, первый сезон был... А, пф, какой, что я несу? Я перепутал сезоны немного разных турниров. Короче, первый сезон ВЦСа прошел... Для меня, прежде всего, в большом плюс по лаве. Я выиграл 60 баксов только на финальной игре между Полтом и Гидрой. Но очень рекомендую глянуть матч между... Вообще, финал этого турнира, в принципе, рекомендую посмотреть. И, в целом, любые финалы любых турниров, они никогда не бывают скучные, как правило. Шоу-тайм против Гидры. Весьма достойный матч. Если вы захотите увидеть нечто большее, выбрать какую-то определенную игру из плей-оффа и 1-4, вы можете посмотреть вот эту запись. Но Копенгаген Геймс просто must-see. Parting Fantasy. Это было круто. Какая-то группа... А, группа D, GSL Code S здесь есть, тоже можете глянуть. Это самая интересная группа, на мой взгляд, какую я стримил. Ну, ее я, собственно, сюда и выложил. Но про GSL, наверное, чуть позже скажу, потому что лучше записи с GSL смотреть на Good Game, потому что у Ютуба есть очень потная партнерка, скажем так, с GSL. Ну, с этими корейцами. И воды с GSL очень тяжело заливать на Ютуб, они блокируются буквально сразу после добавления. Да, с партингом все дано смотреть. Это действительно так. Ну, раз уж я заговорил, наверное, о водах, я, наверное, забегу немножко вперед. Я сразу скажу про то, что происходило в мае, потому что у нас сегодня просветка и за апрель, и за май. Это DreamHack Франции. Боже, это был просто невероятный турнир. Если до этого я просто говорил, что игра с партингом Рейном была просто крутая, то этот матч на финале, в плей-оффе DreamHack'а был просто божественный. Вы не представляете, что там творилось. Если смотрели, ну, вы в чатике можете написать... Да, вот, немножко надо мной написать ваше впечатление об этом DreamHack'е. Там было все, там было макро, там было микро до последнего здания, до последнего юнита, там было вообще просто... Столько эпичных моментов, я себе даже вспомнить не могу. Тру против Гумиха, партинг против Хёна, и самый крутой матч вообще, по-моему. Самый... Один из самых эпичных, если я не ошибаюсь. Это было... Это было, это было. Кто же... Кто же играл? Сейчас, я вот чуть-чуть это не подготовил, я забыл. Я вспомнил, что была крутая игра, но не помню, что... Кто же играл-то? Чатик, ну-ка напомните мне, пожалуйста, кто играл мега эпичную игру на карте Ванильская станция? Протас против Зерга. По-моему, Тру против кого-то. Или это не здесь было? Блин, я не помню. Ну ладно, в общем... Тру Гумиха. Я думаю, чатик мне подскажет. Или не подскажет. Или партинг против Хёна это был. Последняя карта, Ванильская станция. Не помню, ладно, не суть. В любом случае, посмотрите обязательно партинга против Рейна, партинга против Хёна, и партинг против Гумиха, финал этого турнира тоже советую посмотреть. Правда, он очень поздно проходил. Там я довольно тихим голосом разговаривал, но к просмотру, как говорится, обязательно. В целом, это такие самые крупные турниры, которые были. Про мелкие турниры говорить, наверное, ничего не буду. Собственно, раз записей их нету, значит, они, ну, и не достойны вашего внимания. Зачем тратить ваше время? Правильно? Правильно. Дальше. Я делал обзор на новую камеру, на Мамкину, кстати, камеру, с которой я ездил в Польше, до этого обзора делал на другую. У меня была, ну, такая переносная за, по-моему, 10К. Я уж не помню. Sony. Вот. Теперь у нас другая камера, и я ей записываю обзоры на неё. В общем. Астра 40, которые совсем не похожи на те, которые были у меня. Советую посмотреть обзоры на наушники, которые стоят, я не помню, по-моему, ну, в различных вариациях ценовой, там, политики 10-17 штук. Очень удобные, классные, дорогие. И вот мне кто-то звонит, а я занят ответить не могу. Как минимум оценить её. О, кстати, можно посмотреть качество камеры. Это делает их очень универсальным. Смотрите. Какое классное качество. Очень гибкий, однонаправленный микрофон. Офигенная правда. Но это всего лишь зеркалка. На самом деле, она даже не для этого предназначена. Как правило, обзор можно посмотреть на моём YouTube-канале по листе обзоры, что довольно очевидно. Дальше. Прохождение игр. Первое. То, что мы прошли Alliance Warm. Наконец-таки мы закончили эту замечательную серию. Было очень круто. Ну, я многое бы отдал, на самом деле, чтобы поиграть так сказать, в продолжение. В оригинальное прохождение есть очень много кастомных карт для этой игры. Но мы что-то как-то так и не решились проходить их. Мы очень долго мучились над каждым уровнем на максимальных настройках, как правило, проходили. И потерям, и дай боже. На каждый уровень нас где-то улетало по 3-4 часа, по-моему, если не ошибаюсь. Да, по 3-4 часа. Вот. Так что вводы Alliance Warm в плейлисте на моём YouTube-канале. Всё, как правило, на моём YouTube-канале отсортировано по плейлистам. То есть игры, StarCraft, Diablo, Defrag и так далее. В общем, в самом низу есть запись первого уровня, второго, третьего и пятого. К сожалению, уровни записались не все, потому что один раз у меня выключился свет в квартире и оборвалась запись, и нельзя было её никак восстановить вообще. Вот, теперь я перестраховываюсь, иногда делаю записи на Good Game. Вот. И второй раз, по-моему, у меня кончилось место на жёстком диске, и запись тоже оборвалась, её восстановить было невозможно. Но поверьте мне, в конце этих записей, в каждой, в самом последней где-то 5-10 минут, есть удачная попытка прохождения каждого уровня, мы хотели сделать, на самом деле, маленький ролик, но я что-то расстроился из-за того, что у нас не все уровни были пройдены, ну и что-то мы забили, ну, я ленивая скотина. Дальше. В мае месяце я брал, делал два интервью с помощью Чудилы и с помощью самого себя. Я брал интервью с Фраером, после того, как там было много разных конфликтов не по его вине, но с его участием. И брали мы с Чудилы вместе интервью у Снута, новежского прогеймера Зерга, который обещал мне ещё на ИЕМе дать интервью, но так как он там был занят комментированием и аналитикой, мы решили его не трогать и договорились на интервью по Скайпу. Кстати, интервью с зарубежными представителями ещё будут. В планах, конечно же, написать когда-нибудь на Ниве, может быть, он захочет с нами поговорить. Надеюсь. Тоже очень любознательное интервью, чтобы узнать об этом игроке больше информации, чтобы представлять о том, кто он вообще. А о Фраере то же самое. Одно 35 минут, другое 26. GTA 5. Да, GTA 5 по поводу прохождения игр. Я не добавил вводы, они есть на YouTube-канале на самом, если нажать раздел видео, но в этот плейлист я вводы GTA не добавил, просто их очень много. Но я обещаю это сделать, и может быть даже мы... Мы уже, кстати, начали делать, правда, довольно давно. Хайлайт по GTA, по смешным моментам со всех частей. Я проходил эту игру две недели, боже, как мне эта игра понравилась, вы себе не представляете. Может быть, графон там и не как в кризисе, но там столько возможностей, столько приколов, столько угаров, столько трэшовых моментов, длинный сюжет. Всё. Сюжет, который пересекается, то есть ты можешь выполнять одну и ту же миссию, допустим, за три персонажа одновременно, то есть один делает одно, второй и третий, третий. Это очень классно. Игруку сделали просто первоклассную. Спасибо большое проф. Малине за аккаунт на эту игру. Я был безумно рад её проходить. Там было столько, столько классных моментов, столько фейлов, столько грустных моментов. Как я просрал тачку за 750 тысяч баксов. Неделю на неё копил. Просрал. Врезавшись чуть ли не во второй фонарный столб. Я никогда это не забуду, но это было ужасно. Ужасно прекрасно. Итак, по поводу интервью. Интервью, соответственно, тоже лежат по листе интервьюшки. Дальше у меня почему-то открыт мой YouTube. Я не знаю, почему он у меня открыт. А, Zerg TV, турнир, который я проводил в... по-моему, 30-го... Да, 30-го... 30-го мая. Zerg TV, турнир. Сейчас мы... А чё, я воды опять не добавил сюда. В принципе... А, вот. Точно, я нашёл. Воды также можно смотреть не только на YouTube, но и под стримом на Good Game. То есть, вот поэр моего стрима, вот чатик. И... Есть раздел видео. Тут можно посмотреть последние 4 записи. Вы можете нажать кнопочку «Посмотреть всё» и открыть доступ к самым-самым-самым интересным видяшкам, которые сюда выкладываются. В принципе, я часто дублирую, что здесь, то и на YouTube. Но бывает такое, что на YouTube, допустим, тоже GSL залить нельзя. Я буду заливать его только на Good Game сюда. Ну, к сожалению, нет такой возможности. Вот. Запись турнира Zerg TV. Смотрим, записываемся, оставляем комментарии. Нормально вообще. Что произошло? Я ничего не делал. Это не я. Так. DreamHack, Zerg TV Турнир, GSL. Если вы заметили, то на экране появился новый чатик с отдельной программой, который объединяет вместе все 3 чата. Twitch, SkodaTV и Good Game. Я очень давно хотел, на самом деле, совместить все чаты в одну программу и вот потихоньку привыкаю к тому, чтобы ее освоить. Она весьма удобная. Она показывает подписчиков на Twitch. В ближайшем будущем, я думаю, будет обновление, когда будет сама программа, сам чат показывать, кто на тебя подписался. Допустим, на Good Game и SkodaTV это будет очень удобно. Но пока пользуемся отдельной программой для подписок, саппорта, с выводом ника на экран. И, допустим, можно какие-то сообщения еще писать. Прикольная штука. Очень удобно, что у Проги есть возможность выделять, допустим, сообщения личные, если, допустим, зритель обращается к тебе не по никнейму, нажимая кнопку сверху стримера, а, допустим, пишет там Санек, Сань, там, я не знаю, Сережа, Петя. Это все можно настроить. Ты просто указываешь слова, которые на это дело агрятся. Вот. Ну, чат, как правило, захватывает такой функционал. Это очень удобно. Странно, что на самих сайтах такой возможности нет. По Аленсварму хайлайтик тоже было бы неплохо сделать. Я думаю, летом мы выделим как-нибудь на это пару часов и склеим нужные вещи и тоже выложим отдельным видосиком. просветку за июнь я обещаю. Я обещаю, что я выпущу не с опозданием, либо это будет какое-то 30 число 30 июня или там первое-второе число июля. Да, июля. Но в целом в мае очень мало каких-то событий было, ну, интересных, потому что майские праздники, плюс я уже уезжал на полтора недели. Кстати, поездка у меня не задалась, к сожалению. Но рассказывать не буду. Останется моей маленькой тайной. Маленькой. А где музыка-то вообще? Музыка же дождалась. Ну, вот, как-то так. Вот такая вот просветка. Так что участвуйте на турнирах на Гудгейме, пополняйте призовые, не забывайте стрим поддерживать со всеми возможными способами, подписками обязательно на премы, и не только. Участвуйте на турнирах, я обещаю, что будут турниры не для про-игроков, будут... Будет, короче, отдельный турнир чисто для про, скорее всего. Эйл! Ты чё? Ау, я чуть-чуть не ослеп. Короче, у меня что-то со светом. Вот. Я обещаю провести турнир чисто для про-игроков, скорее всего, это будет 8 определенных выбранных мной участников. Вот. Спасибо, кстати, Мамучело за турниры, на которые он выделил призовые, которые... Он пополнил призовые, увеличил их, и, собственно, турнир собрал самое большое, кстати, по-моему, количество участников за полтора месяца на Гудгейме по Старкрафту. Это круто. Это ачивка. Спасибо вам за участие, спасибо, что смотрите Старик в принципе. Ну и не только Старик. Все. По-моему, я все рассказал. Вот так прошел май, так прошел апрель. В июне уже есть небольшой список того, о чем стоит поделиться. Постарайтесь не забывать, что все самое вкусное, интересное можно найти в группе ВКонтакте Зерк ТВ, на Ютубе Зерк ТВ, на канале в Баттлнете Зерк ТВ, не в сообществе, если что. Как правило, именно оттуда мы собираем зрителей для разных игрищ. Ну, записывайтесь на уроки по Старкрафту, экономьте свое время, нервы, деньги. И сейчас, вот буквально уже после этой просветки, ну потому что немножко не тематично, мы разыграем ключи от Стима для некоторых игр, три рандомных ключа от Стима, плюс ключик от портала второго. Но это уже будет совсем другой записи, и как говорится, это совсем другая история. А, кстати, хотел напомнить, что у меня также на стриме появилась вот такая вот клевая картинка, которую мне сделал товарищ Антон. Он сделает еще как минимум, ну, может быть, не только он, еще две-три на инновариации. Прикольные заставки, очень красиво. Мне она очень-очень нравится, спасибо большое Антону за нее. Ну и стало удобно вывешивать чатик на экран, как правило, теперь я могу спокойно альтабаться в браузере, мне это не мешает. Хотя она багует иногда, но все равно прикольно. Так что подписывайтесь на трансляции, ставьте лайки, приходите на стримы, ну и... Пека. Пока, пацаны. До следующей просветки. Стрим продолжаем.